Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Самарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ЗАО «Торговый дом Перекресток», ООО «Агроторг» магазина «Пятерочка» и ЗАО «Тандер» магазины «Магнит» по признакам нарушений, предусмотренных в пункте 1 части 1 статьи 11 Федерального закона номер 135 о защите конкуренции. Согласно законодательству, компании могут признать картелем, соглашения между которыми привели к установлению или поддержанию завышенных цен на рынке. В их действиях специалисты усмотрели ценовой сговор. По исследованию компании «Мастеркард», в среднем россияне тратят на покупки ради удовольствия от 1000 до 2500 рублей за одну вещь. При этом женщины радуют себя ненужными, но приятными покупками немного чаще мужчин. Чаще всего среди покупок россиян фигурируют одежда, обувь или сумки. На втором месте шоколад, конфеты или пирожные. А замыкает тройку предпочтений необязательных покупок – билет в театр, на концерт или на спортивное мероприятие. Снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам привело к снижению российского турпотока в Чехию до 40%. Такие данные озвучило чешское телевидение 24. По его данным, за высокий сезон рождественских каникул страну посетило на 40% меньше российских туристов, чем в прошлую зиму. Более того, туристы стали значительно больше экономить на покупках. Так, в январе в Чехии российские туристы потратили в республике на 61% меньше средств. За товары и услуги каждый из них заплатил в среднем 7 646 крон, или примерно 340 долларов. Также по статистике посольства и консульства выдали в среднем на 23% меньше виз в Чехию, чем в 2013 году. Дорогие чехи, больше санкций! Потом будете приплачивать, чтобы к вам россияне поехали. Российский рынок мотает в разные стороны. Только что он рос на фоне дорожающей нефти, а теперь снова идет вниз. То же самое происходит с рублем. Увы, но пока украинская проблема не будет решена, а восстановление экономики можно будет только мечтать. Но, как говорят, решение этого вопроса осталось ждать недолго. А на сегодня это все. Хороших выходных!